Студия Позитив представляет На меня давай, давай Ну аккуратно, ты холодильник сломаешь Акку… Так, все, запарился я с тобой, ставь его Зачем? Я передохнуть должен Дом номер тринадцать Этаж тринадцатый Квартира сто тринадцатая Сейчас еще, окажется, не туда завезли Верная примета Темнота, двадцать первый век Какие приметы? Куда не плюнешь, в компьютер попадешь У современного человека есть только одна верная примета Какая? Баба с пустым ведром Городок с пустым ведром Мой доктор, доктор Да-да? Я знаю, что все это суеверие Я знаю, понимаю, но каждую ночь я не могу из-за этого заснуть Почему? Мне кажется, что когда я проснусь, я встану с левой ноги Не надо, я был у психиатра И что психиатр? Обещал помочь, но у него до меня руки не доходят Вы-вы-вы Вы моя последняя надежда Ну что ж, у нас, у мануальщиков, руки до всего доходят Ляжьте Встали Так, встали Отдели ботиночки, пройдемся Пройдемся Давайте пройдемся Ну вот, все Теперь можете спать спокойно С левой ноги вы уже никогда не встанете Почему? Потому что у вас теперь обе ноги правые Ура! Спасибо огромное за ваши ответы, профессор И с вашего разрешения еще один вопрос по просьбе наших радиослушателей Вот вы здесь, в Ботаническом саду, так сказать, науку развиваете, да? Да Формулы, анализы, эксперименты А приметы, приметы народные Это что, все, чушь собачья? Ну нет, ну зачем вы так? Ну что вы В этих приметах заключена вековая мудрость народная Вот, например, вот такая вот старинная примета Если в эту пору взять, скажем, вот горсть земли Прошу прощения, профессор на моих глазах поднимает из-под ног часть грунта И уверенными, ловкими, профессиональными движениями разминает ее в ладонях Да, так вот, если взять горсть земли И она будет вот такая вот суховатая, такая твердая Это означает, что урожай в этом году будет небогатый А приборы, они только вам подтвердят, что влаги в земле мало И содержания гумуса недостаточно Хорошо, ваш корреспондент тоже поднимает небольшой кусочек земли Скажите, а если вот как в этом случае, как у меня в ладошках, земля влажная Влажная, влажная, такая, я бы даже сказал, липкая, густая Это означает, что собак здесь много развелось Профессор, тогда... Ну, вот, значит, матрена Че значит-то? Ну, значит, вот Ой, гляди! Че гляди-то? Звезда упала Да и хрен бы с ней-то! Нет, ну, примета, значит, такая... Че, примета какая? Ну, вот, когда звезда упала, желание можно загадать Че время-то? Звезда терять Я и так на все согласна это, господи! Эй, вот, примета! Вот, примета! Засиделся я у вас В гостях Надоел, наверное, уже? Да нет, ничего Че? Да сидите-сидите Тогда посижу еще Немножко Что это? А? А? А, ложка упала Верная примета Значит, к вам еще гости спешат А если ложку быстро поднять, значит, гости спешат от меня? Нет Такой приметы нету Жалко Папа Горько! 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 Кушайте, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Доченька, что же это? Это же плохая примета. Нельзя, чтобы жених на свадьбе захмелел. Папа, в моем возрасте нельзя, чтобы жених на свадьбе протрезвел. Кусите, кусите, пожалуйста. Кусите, кусите. Городок с пустым ведром. Осторожно! Ты можешь не стараться. Если я несу холодильник, лифт точно не работает. Это верная примета. СМЕХ Смейся, смейся. Я вообще думаю, что на меня порчу навели. Надо бы эту порчу снять, но мало кто умеет. Я, например, порчу на раз снимаю. Но только с девушек. Да ну! Сначала я девушку снимаю, а потом порчу. Ха-ха-ха! Извините, ради бога, пробки. Ради бога, извините. Давайте я помогу. Ой! Что ж ты? Пороче-то робней как-то надо. Пробки. Очень большие пробки. Давайте. Пробки всегда. Давайте я подержу. Эх, Андрюша, Андрюша. Епифан. Ну что приключилось, Андрюша, мил человек? Епифан, ты для меня столько в жизни сделал. Ты порчу от меня отводил, наговоры снимал, приговоры отменял. Благодаря тебе я стал дипломатом, вице-консулом. Потом консулом, послом наконец. Че там еще? Ой, это еще не конец. А, извини, да, по мужской части помогал, да, хорошо. Нет, нет, милок, я в смысле карьере твоей еще не конец. Боюсь, что впервые ты ошибаешься, Епифан. Карьере-то как раз моей. И конец. Черная кошка. Где? Бельгия. Мы переходим из зала переговоров во дворец уже сам. Угу. Ну, как положено, значит, впереди чуть-чуть идет начальник протокола. Я немножко сзади. А справа от меня премьер-министр. Угу. И выскакивает черная кошка. Ну, так надо было, как я учил. Плюнуть три раза через левое плечо. Тя-тя-тя. Я так и сделал. Ну? Ну, слева от меня были их король, королева, маленький мальчик, наследный принц. Вот тебе и тут. Ладно, аккуратно. Опять у меня нос чешется. Почеши, а. К чему это у нас нос чешется, а? К выпивке. Да нет, если все время чешется, это к дерматологу. Я очень прошу, подпишите, пожалуйста. Помогите простому человеку. Вопросик-то непростой. Угу. Тут ведь как? Тут ведь так. Кхм. Можно подписать. Можно, конечно, подписать. А можно и не подписать. Ну, я не знаю, но я вас прошу, помогите, пожалуйста. Ну, так и вы мне, помогите, пожалуйста, тоже. Так я всегда готов, а что делать? Ой, как мне тяжело с вами, трудно как. Ну, я не знаю, как вам объяснить. Ну, как вот, вот рука у меня вот чешется. Вот чешется рука. Вот это страшно чешется. К чему бы это? Рука чешется? Да, вот. К деньгам примета есть такая. Правильно. Ну, вы все поняли, да? Вот она чешется. Чешется рука. А-а-а! 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 Фух! Замечательный ты все-таки игрушек. Ты знаешь, выдающийся. Всего десять этажей осталось. Я уже с ног валюсь. Ты как огурчик. Я как огурчик. Да. Так же как огурчик, ты на девяносто пять процентов состоишь из воды. А-а-а! 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 Жизнь замечательных людей. А-а-а! Газету «Правда» большевики часто называли своим главным органом. В хорошем смысле этого слова. А-а-а! А кто это произносит несвистскую заразу? Вы, товарищ, ко мне? По какому вопросу? Я до вас, товарищ Ленин. Я до вас по... По пытанию... По вопросу партийной печати. А, печать, товарищ, не у меня. Нет. Я, знаете ли, к бухгалтерии никакого отношения не имею. Владимир Ильич, я по... По... По органу печати. По... По нашей... Ну, по... По газете я. По газете? Ну, по ней. Не знаю. Не знаю. Я... И я в газету объявление не давал. Это ошибка! Ошибка! Товарищ Ленин! Эти... Эти... Короче, эти меньшевики! Они захватили искру! Чтоб они от нее горели. Срочно потребно... Нужно... Новое название. Да, да, да. Непременно нужно новое название. Непременно. Срочно-то нужно новое название. Да. А? А-а-а-а! А-а-а-а! Цена правду, Владимир Ильич! А вот вам и новое название! Да ну... Никаких но! Только так! Очень хорошо! Очень! Меньшевики обалдеют! Ну, Владимир Ильич, это первый экземпляр нашей новой газеты. Принесли! Да! Показывайте! Свежачок! Хе-хе-хе-хе! Ну, насчет названия вы, как всегда, были правы! Обалдели не только меньшевики! Нет! Обалдели все! Ну-ка! Это просто! Ну-ка! 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 Пожалуйста! Майна! 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 Плохо, да? Плохо, да! Ну, потерпи! Сейчас еще хуже будет! Пока хурак! А сейчас выяснится, что или адрес перепутали, или фамилия не та, или заказывали у них холодильник. У меня левая нога отнялась! Это верная примета к несчастью! Потому что ты слабак! Что толстой говорил? У тебя отнялась левая нога? Подставь правую! Вера! 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 Уникальный усадебный комплекс, который находится слева от вас, представляет огромную историческую ценность, но в настоящее время находится на реставрации. Поэтому мы с вами пройдем в... Мельницу! Нет! В мельницу! Вы зря это сделали, молодой человек! Это очень плохая примета! Очень! Да знаю я! Не плю и в колодец, придется воды напиться! Нет! Тебе не придется! Да вы что, товарищи? Я тебе примет! Я... Да подожди! Я... А! Да вы что? Да я же вам обертипель! Давай, давай, давай! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Вот так! А все потому, что желобки в моем тампоне теперь расположены по спирали! РЕКЛАМА Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о новинках бытовой химии. Шампунь с бальзамом и ополаскивателем для того, чтобы ваши волосы были мягкими и шульковистыми. Стиральный порошок с отбеливателем для того, чтобы ваше белье было чистым и белым. И, наконец, китайские карандаши для тараканов для того, чтобы ваши тараканы не росли безграмотными. Пока-пока! Раз, два, взяли. Раз, два, дружно. Вот я в приметы не верю. Я в тебя верю. Я верю в моего напарника. С таким напарником это не жизнь, а сказка. А я частично с тобой согласен. Что касается меня, это не жизнь. Сказка. Сказка про одну бутылку, двух мужиков и три желания. Я раб твой, оповелитель. Приказывай. Я просверил. Ты что, мультиков никогда не видел? Я джин. Ну, типа, старик-казабыч. Ты меня из бутылки освободил, я тебе три твои желания выполню. Ну, дошло тебе, оповелитель. Наконец-то. Наконец-то. Повезло так повезло. Во-первых, бутылку. У меня бутылку. Слушаю и повинуюсь. Мышка. Тряхечочки, трях-трях-типидох-трях-трях-трях-трях-трях. Вам? Че ты еще хочешь? Не так надо было. Прогнал Хочу, чтобы Вообще вот все Вот все, 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 все было мое За счетах Слушай, это Второе желание Хочу стать Этим, как его Олигафреном Олигархом Слышусь и повинуюсь Трях-тебе-дох-тебе-тах-тебе Трях Апа Значит Теперь я олигарх Это все мое Все твое Это все мое Это все мое Твое Все твое, теперь тебе больше ничего загадывать не надо Много ты понимаешь Теперь мне при таких делах Самое время Позаботиться О моем Многосказаемом народе Последнее желание Хочу Чтоб мой народ Был счастлив Трях-тебе-дох-тебе-трях Ты че наделал-ты? Я выполнил все твои желания Повелитель Теперь и ты Олигарх И народ Счастлив А бутылочкой Извини Здесь не положено Товарищ спержант Это Это Пошел, пошел Пошел, пошел Аккуратно Товарный вид Товарный вид Аккуратненько А Все, ах ты молодец, все, ну все, дошли, все. А раз дошли, сейчас лифт заработает. А почему? Ага, о, заработал. А сейчас окажется, что мы наверняка адресом ошиблись. Так, вот давай так, вот спорим, что все будет хорошо на 100 рублей. На 200, что все будет плохо. Здравствуйте, вы ко мне. Да, это вот ваша квартира, 113-я, ваша? 113-я, моя. Его квартира, именно. Но Шишкин, конечно, не ваша фамилия. Моя фамилия Шишкин. Вы Шишкин? Шишкин. Но холодильник, конечно, заказывали не вы. Почему? Заказывал, привезли наконец. Так, товарищ, вот вы будете свидетелями, а? Все, с тебя 100 рублей, а? Ты... С тебя 200. Хорошо, хорошо. Ну, 200 рублей. Мелочь. Там 200 рублей. Ну, 200 рублей, спокойно. А как хочется воняться, а как хочется воняться в городок. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек. Где без спроса входят в гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождение справляют и навеки провожают. Всем двору. Всем двору.